Друзья, мы сегодня готовим на завтрак блюдо за 5 секунд. Что может быть быстрее омлета? Наверное, омлет приготовленный не твоими руками. Наташа Карлова. Потрясающий повар заведения «Аквартия». Так что всех приглашаем. Может быть, кто-то сегодня впервые узнает о том, что смешанные яйца с молоком, а может быть и не только, превращаются в очень вкусные омлеты. Всем доброе утро. Что нам для этого надо? Для этого нам понадобятся яйца. Сколько берем яиц сегодня? Три. На нормальную порцию омлета берем три яйца. Три яйца. Я смотрю, у нас мы взяли, по-моему, ветчину, сыр. Ой, он такой стандартный, хороший омлет, от которого ни один нормальный человек никогда не откажется. Не откажется, не откажется. Без преградового варианта. Для того, чтобы размешать яйца, нам понадобится не молоко, нам понадобится майонез. А почему? Так вкусно. Омлет становится очень-очень нежным. Это железный аргумент. Я могу брать и мешать? Да. А я тем временем зелень нарежу. Наш такой русский хороший крымский омлет. Это французы там молоком балуются, муку добавляют, и то не всегда. Нужно стараться без комочков. То есть ты хочешь сказать, что даже такой омлет могут быть комочки? Давай я добавлю тебе зелень. Давай. И ты будешь дальше продолжать взбивать только зеленью. Видите, Наташе сейчас повезло. Она без блендера обходится. Обхожусь без блендера? Ароматная. Это что у нас за трава? Это кучерявая петрушка. Кучерявая петрушка. Какая прелесть. Накрыли омлет. Пока он будет подниматься, я буду нарезать сыр. Натерить нужно где-то грамм 50. Это одна третья часть от того, что у тебя есть. Глаз-алмаз. Обещаю нарезаем тонкой соломкой. А сыр можно тоже тонкой соломкой? Нет, сыр нужно потереть на крупной терке. Слушай, ты когда готовишь такой завтрак, у тебя не подбегают домочаться? Не хватает там? Хватает, хватает, и это, конечно... Слушайте, как же все семьи похожи друг на друга. Мы перевернули омлет. Мы перевернули мир, потому что омлет, смотри, пышный, как хорошо поднимается. Он пышный, он все равно сядет потом. А скажи, мы вот эту всю начинку уже будем здесь? Это не совсем начинка. А что это? Украшение. Это, ребята, был секрет. Оказывается, мы сегодня готовим, знаете, какой омлет? Омлет-салат. Это просто ноу-хау. Мы будем резать омлет соломкой, выкладывать ветчину, все это сыром, потом опять чем-то накрывать. Я в недоумении. Я же думала, что все просто. Оказывается, еще проще, чем просто. Ну, мы ведь все привыкли к какому-то традиционному омлету, да? Можно к этому подойти креативно. Умеешь ты удивлять, Наташа. Подойти к этому креативно. А как думаешь, вот насколько повар должен быть художником? Он должен быть художником на все 100%. На все 100%. Мы берем, выкладываем омлет на сковороду. Это еще один ингредиент салата сегодняшнего. Аккуратненько его разрезаем. И пока он горячий, самое главное, что пока он горячий. Почему? Чтобы подплавилась моцарелла. Он лучше всего плавится, но он один из самых вкусных молочных сыров. Вот это да, это бесспорно. Теперь часть омлета мы переносим в тарелочку. Так. Выкладывай сюда сыр прямо на горячий омлет. Угу. Весь? Весь, весь, весь. Теперь я выкладываю ветчину. И сверху омлет. Зелень нам нужна? Ну, зелень у нас есть уже в самом омлете. И ее достаточно много. Скажи мне, как этот салат называется? Утренняя радость, я думаю. Я думаю, утренняя радость. Утренняя радость. Радость для всех. Ну, друзья, что тут добавить нечего? Только одно. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова